The broadcast is... Создавать всякие разные интересные мультики. Изображения нету сейчас? Ага. Сейчас? Да, должна быть заставка именно вот эта вот Adobe Animate, двухмерная мультификация. Все есть? Отлично. Итак, на самом деле, если вы знакомы с Animate, то по большому счету, особенно каких-то хитрых инструментов, которые вы не знаете работать с баннерами, вы не увидите. В принципе, те же самые механизмы, которые позволяют нам с вами создавать анимацию баннерную, у вас так или иначе будет использоваться и в анимации мультификационной. Но есть, естественно, какие-то отдельные моменты, о которых нужно будет обязательно говорить, потому что действительно в плане использования некоторых инструментов для анимации, все это будет чуть отличаться от того подхода, который используется баннерной. Итак, основные инструменты, с помощью которых мы с вами можем создавать всякие интересные анимационные ролики. Во-первых, это классическая покадровая анимация, которая, несмотря на то, что очень долго существует, это один из самых вторейших вариантов анимации, и, в принципе, для тех же самых баннеров не очень часто используется. Песенажная анимация – это один из самых основных инструментов, с помощью которых действительно можно очень неплохо описывать движения разнообразных объектов. В частности, один из самых основных приемов, когда движение объектов у вас будет так или иначе зациклено. Это классический пример, используемый в нашей покадровой анимации. Идея покадровая анимация у нас достаточно простая. Есть у нас стандартная анимационная линейка, есть у нас с вами замечательные ключевые кадры. Я могу в каждом кадре создать отдельный объект, который будет у меня впоследствии, во времени, друг за другом меняться. Если мне нужно будет вписать фазу движения в какой-то несложный объект. Например, хочу, чтобы у меня летела некая птица в пространстве, вылетала откуда-то на меня. Моя замечательная птичка. Все, что мне требуется сделать, это по кадру добавлять новый кадр, описывая, как по-другому на сами крылья эти птицы будут уже непосредственно выглядеть. Я добавляю еще один кадр и, соответственно, рисую фазу, когда у меня крылья будут немножко опущены. Есть в анимейте очень удобный режим, который позволяет работать сразу с несколькими кадрами. Сейчас, находясь на втором кадре, я, естественно, хочу видеть, как у меня выглядит фаз движения моего первого кадра. Есть специальная у нас волшебная кнопка, которая позволяет одновременно увидеть сразу несколько кадров. И работая во втором кадре, я вижу свой первый кадр, я могу уже, ориентируясь на него, нарисовать фаз движения моего второго ключевого кадра. И еще один ключевой кадр. Как-то вот так моя птичка будет выглядеть. И еще один ключевой кадр. Соответственно, будет какой-то такой вот на самом перегиб получаться. И еще один ключевой кадр. Что-то типа такого будет у нас с вами получаться. И еще один ключевой кадр. Что-то типа такого будет получаться. Ну и, соответственно, некое движение у нас с вами будет получаться, когда вот так наша птичка крылышкой махает. Все стандартные средства, которые работают в обычной анимации, в анимейте, здесь также у нас с вами, естественно, подходят. Должно быть у нас обратное движение вверх в нашем крылья. Все кадры копируются. Кадры все наши ворачиваются по времени, чтобы они уже сами работали в другую сторону. Соответственно, будет получаться несложная анимация, когда наша птичка вот так вот крылышком будет двигать вверх-вниз. Крайне удобно то, что анимацию, которую мы с вами сделали, можно будет поместить внутрь какого-либо объекта. Сейчас эта птица мне уже неудобно работать, потому что она у нас с вами покадровая. Например, двигать ее, масштабировать, или как переносить, или если вдруг мне нужно будет сделать целую толпу таки птичек. Все, когда у нас с вами сделано на основе покадровая анимация, все эти операции сделать очень неудобно. Но я могу все кадры, которые я сделала своей птичке, спокойно выделить. Кадры могу скопировать. Могу в новом документе создать специальный анимационный объект, который умеет у меня работать с вложенной анимацией. Так и назову его Верт. Ну и все мои нарисованные кадры могу в этот объект вставить. Все, что мне остается теперь сделать на свою сцену, из библиотеки моих объектов, куда этот объект помещается автоматически, мою птичку вытащить, и она, соответственно, меня также замечательно будет махать крылышками. Длину анимации могу сделать любой абсолютно. Все мои 80 кадров, она машет крылышками, все отлично получается. Поместив анимацию внутрь объекта, мы с вами можем ее легко двигать, легко масштабировать, легко копировать. Могу сделать любое количество птичек, которое у меня будет на сцене получаться. Крайне удобно то, что если мы с вами хотим все-таки сделать движение немножко непредсказуемым у нашего персонажа, я могу заставить любой из таких объектов начать свою анимацию не с первого, а с произвольного кадра. И за счет этого у нас будет получаться некий разнобой. Сейчас я птицу на с вами машу крылышками синхрома, но можно будет сказать, что а давай-ка ты, объект, начнешь свою анимацию не с первого кадра, а с третьего, например. А ты, объект, начнешь свою анимацию с седьмого кадра. А ты, объект, начнешь свою анимацию с пятого кадра. А ты, объект, начнешь свою анимацию с девятого кадра. И тогда у нас с вами будет получаться несложный ролик, когда наши птички замечательно двигаются по-разному, рассинхронно, и все отлично получается. Все, что у нас с вами останется делать, это добавить себе в документ какой-нибудь несложный фон, нарисованный в том же самом фотошопе. Сюда же можно будет вставить наш объект, добавить несложную анимацию, чтобы наша птичка сначала какая-то маленькая и исключительно прозрачная. А затем через несколько кадров она у нас с вами станет большой и непрозрачной. И уже будет получаться просто несложный ролик, когда наша птичка так из фона вылетает, что-то такое будет выходить. На самом деле, пока два анимация очень популярная тема из-за того, что крайне удобно создавать такие вот анимационные двигающиеся фигуры в программах типа фотошопа. Раскидать персонажа по слоям, руки, ноги, голова и, соответственно, сохранять разные варианты картинки, двигая по-разному конечность наших персонажей. И будет получаться некая анимационная последовательность, которую можно будет сразу загрузить в себе в проект. Типа что-то такое будет у нас с вами получаться. Ага, сейчас, секунду. Не скачал себе одну папочку. Сейчас исправлюсь. Покажу Деда Мороза, который будет нас с вами разбит по таким кадрам. И, соответственно, все отлично с вами будет получаться. И уже он будет ходить, двигаться каким-то образом по сцене и прочее. Очень много проектов известных сделано как раз на основе покадров анимации. Например, если хотите посмотреть, как все это происходит вообще в реальной жизни и как все в больших проектах все происходит, можно будет найти в интернете исходники по мультикам и по игрушкам достаточно старым, но по-прежнему очень популярным, из серии My Little Pony, где там всякие поняшки и прочие единороги двигаются и всяческим образом прыгают. Примерно такой контент будет непосредственно получаться. То есть какой-то фон достаточно такой хорошо прорисован, такие вот животные замечательные. Ну и по факту вот этот вот симпатичный зайчик – это не что иное, как наша обычная по кадрам анимация. На главной сцене это у нас с вами объект, а внутри каждая фаза движения нашего зайчика – это, соответственно, какой-то определенный кадр. Как он так стоит, соответственно, двигается. И та же самая поняша. Разбитые по слоям, гладкие моргают, ножки двигаются, все отлично получается. Ну и по факту в движении все так будет сплотиться. Из-за того, что далеко не все варианты движения можно будет описать с помощью нашего обычного расчетного движения, как раз по кадрам анимации здесь нас с вами будет очень сильно спасать. С возможностью четкой прорисовки каждой фазы движения, как, соответственно, все это будет получаться. В интернете можете этих животных, забавных найти, большующее количество адмораций исходников. Я в свое время нашел все эти материалы на крайне забавном флешовом ресурсе, называется он Flash Animated. Очень сильно рекомендую, кто занимается аниматом, посмотреть на него достаточно прикольные примеры и образцы работ. Ну и, соответственно, можно просто там по ковечку подписать те же самые кони. И можно будет найти описалка, ссылка на скачивание и прочее-прочее. Крайне много все забавного можно будет увидеть. Так что, смотря на то, что пока анимация достаточно такой способ, неудобный для тех же самых баннеров, когда все-таки требуется каким-то плавным образом двигать, вращать, масштабировать объекты, для персонажей вещей все замечательно получается. Возможность детальной прорисовки каждой фазы движения, не только обычное перемещение, там загибы всякие разные интересные, которые стандартными средствами сделать в анимете достаточно тяжеловато. Здесь по кадрам анимации все это можно будет очень тщательно прорисовать. Хотя, конечно, если все-таки есть возможность описать движение наших объектов с помощью начальной и конечной точки. То есть не всегда какие-то такие сложные варианты движения требуются сделать, то, конечно, наша расчетная анимация нам с вами тоже замечательно подойдет. В отличие от кадровой анимации, когда нам требуется указать каждый кадр движения вашего персонажа, прислать каждый кадр движения. В расчетной анимации вы просто указываете начальное и конечное положение, а все промежуточные состояния у вас будут рассчитываться непосредственно на аниме. Можно будет взять какой-то готовый вариант, объект, который мы с вами хотим заставить шелиться. Ну, продолжим тему с нашими птичками. Есть такой вот нарисованный, обработанный по фотошопе вариант персонажа. Второй фотошоп порезанный объект, крылышко отдельно, голова отдельно. Ну, и он замечательно с вами подойдет для того, чтобы заставить наши крылышки шевелиться, махать, сделать такое тоже повторяющее движение, которое потом уже можно будет в общее движение того же самого фона сцен на сами птички. Все три слоя запускаем в наш расчетную анимацию. Увязать на порядке, так наши крылышки все-таки крутятся относительно основания. Передвинуть опорную точку крылышек в нужное место, чтобы они у нас сами же крутились должным образом. Чуть-чуть крылышки даже поглубже можно будет завести, чтобы не было видно обрезанных края. Ну, и то же самое для нашего второго объекта. Также, соответственно, чуть-чуть в длинную сторону. Ну, и в первом кадре крылья у меня будут стоять вверху. Даже можно еще чуть-чуть подольше. В последнем кадре они также будут стоять на самом верху, а посерединке крылышки у нас сами опустятся вниз. Можно даже немножко их будет уменьшить и как-то чуточку сдеформировать, чтобы сделать эффект похожий на макро. Конечно, не получится сделать какой-то такой заверт хитрый, как обычно бывает у нормальных птиц, но все равно все будет достаточно похоже. Ну, что-то такое будет на самом деле получаться. Плюс, чтобы придать некоторой динамике, можно будет попробовать заставить нашу саму, например, вот здесь вот внизу, чтобы она у нас сами чуть-чуть вниз проваливалась. Вот таким вот образом. Что-то такое будет получаться. Немножко вниз и обратно. Чтобы наши крылышки немножко поинтереснее двигались, можно будет сделать нам естественный эффект наподобие ускорения замедления. То есть сказать, что вы крылья будете двигаться с помощью ускорения замедления. Стартовое ускорение. Конечное замедление. У нас стоит сейчас, к сожалению, на этой машине 17-я версия анимэйта. Не последняя. В последней версии добавили очень интересные инструменты, которые позволяют такие вот вещи, связанные с управлением анимацией, делать автоматом. Есть готовые шаблоны, которые позволяют настраивать ускорение замедления чуть более интересными средствами. Не в виде графика. Не только в виде графика. Ну и в принципе с графиком тоже все достаточно плохо будет получаться. В итоге чуть-чуть такой эффект будет. С некоторым замедлением, с некоторым ускорением раздвижение будет происходить. В таком виде, конечно, с объектом работать будет очень неудобно. Вообще, когда объект у нас с вами многослойный, двигать не с слоев, штабировать и проще-проще, это будет целая история. И все будет получаться не так хорошо, как хотелось бы. Но мы с вами поступаем точно так же. Все слои, которые у нас с вами были сделаны, наши персонажи, можно будет у нас с вами спокойно скопировать. И в наш документ, вот сюда же, например, к нашему этому фону, можно будет создать новый объект, назвать его, чтобы не потерять. Ну и, соответственно, в этот объект все наши слои вставить. Вся анимация с вами перетащилась. Пустой лишний слой, чтобы не мешался, можно будет убить. Ну и, соответственно, все на сцену, та же библиотеки, нашу, саму можно будет вытащить. И она та же на самом деле будет замечательно крылышком. Плюс, если добавить еще несложную анимацию, связанную с нашим фоном, есть одно отдельное дерево, есть второе отдельное дерево, есть сама фоновая картинка. Только давайте-ка я с собой лучше на новый слой перетащу, чтобы с вами было проще на нем. Соответственно, сам фон также будет на самом деле двигаться. Скажем, 8 эскадров. Может быть, немножко уменьшится размеры при движении. Это дерево. Также чуть-чуть будет двигаться, те же самые 8 эскадров. Немножко выедет вперед и чуть-чуть отмасштабируется. Ну и последнее дерево. Также будет двигаться 8 эскадров. Ну и также чуть-чуть выдвинется вперед. Также немножко отмасштабируется. Ну и сама наша птица изначально будет на самом маленьком, где-то там внутри наш цены находиться. Ну и в конце, на 80-м кадре она у нас отмасштабируется и станет достаточно большой. Типа, чтобы совсем на нас наехал. И какая-то такая анимация будет на самом деле получаться. Объекты двигаются, фон двигается, птичка летит. Все дела. Там только, может быть, дерево все-таки чуть-чуть поменьше сделано. Крутноватые наши фонели, оказывается. Совмещение обычной анимации и вложенной анимации, ну и местами, туда можно добавить, конечно, по кадру анимацию, но и достаточно плохие результаты. И здесь все это можно делать не только фотошопские объекты, но и объекты рисовать непосредственно в самом анимете. У анимета есть очень правильные инструменты, практически не отличающиеся от стандартного рисования как в любом верхнем редакторе. Ну, конечно, оно специальная программа наподобие фотошопа, наподобие иллюстратора. Мне эта ситуация оказывается удобнее рисовать, но тем не менее, хочу сделать какой-нибудь там несложный эффект, что-то, например, такого мрачного тумана, который у меня будет двигаться на моей сцене. Можно будет сделать наш новый слой. Честно зову, что это будет у меня туман. Ну и на этом слое обычной кисточкой, белым цветом, достаточно большой кисточкой. Какие-то такие вот абстрактные полосы можно будет нарисовать, типа клочья тумана. Сам объект можно будет также превратить в специальный объект, чтобы можно было с ним в дальнейшем работать. Можно будет к этому объекту применить всякие интересные эффекты, есть поддержка базовых фильтров, почти шкаф в фотошопе. Типа разнообразных тенюшек, всякие разные размытия, прочее, прочее. В баннерах это обычно не очень сильно используется, ну, кроме того же самого дропшеда. Очень многие эффекты, которые есть в стандартном анимейте, они, к сожалению, не поддерживают 5-м мэлем, поэтому, конечно, некоторые красивости наши баннеры будут лишены. Но в нашем случае нам немножко все равно, потому что все равно это все будет сходиться потом в анимационный ролик, поэтому без проблем тоже самое наш блюр размытия. Все это посильнее размываем, но какие-то такие вот площадь тумана на самом деле получаются, которым также можно будет добавить несложную анимацию, типа они у нас немножко двигаются по сцене, слева направо. Ну и в итоге туман, птичка, зловейшие деревья, все, что любишь. За это на самом деле мы это очень любим, то есть по принципу создания анимации крайне удобная программа, фактически весь ваш контент дальнейшего и его качества будет зависеть только от того, какие исходные персонажи у вас будут нарисованы, то есть от вашего умения рисовать и от вашего умения делать какие-то компиляции в фотошопе. А сама анимация, как вы видите, строится на самом деле достаточно несложным образом. Все фактически за нас с вами рассчитал сам анимейт, указали начальные и конечные точки и получает достаточно забавный ролик. И все это могу сохранить в виде итога видеофайла без каких-либо проблем у нас с вами анимейт, сохраняя все это в формате видео. Ну правда, большого выбора именно формата у нас с вами не будет. Будет формат именно QuickTime использоваться, мусские. Но как мы сами прекрасно понимаем, всегда его можно будет перевести в любой другой формат. Все это экспортируется, достаточно быстро экспортируется. Ну и в итоге у нас с вами появляются наши рабочие папочки, наше видео, прилетящее в салон. Все. Перекинуть в любой редактор видео, типа того же, например, добавить титры, добавить озвучку, добавить там какую-нибудь несложность от коррекции, чтобы подогнать этот материал под острый контент. У вас будет получать несложный видеорубик. В этом плане, конечно, пока анимация крайне удобная штука, которая очень многие и проблемы, связанные именно с анимацией, позволяет нас сам решать. Естественно, не только подобные объекты, не только такая простенькая анимация может у нас сами быть реализована с помощью покадра анимации. В принципе, если вдруг нужно будет заставить то же самое нашу бесплату персонажа двигаться по сцене, да, легко. Простенький персонаж, он уже разбит на отдельные слои, на отдельные объекты. Единственная сложность, которая будет возникать, ну и сложность, такой муторный этап. Если у вас совсем будет сложный объект, и вы захотите, чтобы любые части вашего объекта двигались на сцене, вам нужно будет каждый из них превратить именно в отдельный объект. Типа, рука у меня будет превращаться в отдельный объект, переплечье будет превращаться в отдельный объект, рот у меня будет превращаться в отдельный объект. То есть все компоненты, которые мы сами так или иначе хотим, Пускай будет единым объектом. Не будем делать пока что никакой такой анимации. Это отдельный объект. То есть сама графия стандартная, либо в фотошопе, либо, как в данном случае, в иллюстраторе. Все было разделено на отдельные части. Вроде бы никого не забыл. Ну и, конечно, так мы с вами хотим, чтобы наши руки и ноги двигались правильным образом. Нужно будет тоже позаботиться о том, чтобы центр вращения наших элементов находили в нужных местах. Голова будет крутиться относительно этой точки, чтобы можно было уже и покачать. У руки это будет, конечно, лопать. У плеча это будет, конечно, плечо. Не вижу второе плечо. Вот оно у нас. У него центр здесь находится. У этого объекта здесь находится. Ну и, соответственно, то же самое с ногами. У этой ноги здесь. У этой ноги здесь. У голени здесь. И у второй голени здесь. Ну и теперь каждый элемент нашего самого персонажа будет достаточно правильно делиться. Ну а дальше наша стандартная анимация. Расчетная. Все наши слои в эту анимацию запускаем. Ну и первый фаз движения. Типа что-то такое у нас с вами будет получаться. Плечо поворачивается. Рука сдвигается. Поворачивается. Нога поворачивается. Эта нога сдвигается, поворачивается. Ну и, соответственно, эта нога также поворачивается. Эта нога сдвигается. Ну и левая рука обратно. Неудобно ее вытягивать. Поворачивается. Эта часть тоже поворачивается. Можно будет голову немножко наклонить, чтобы добавить лишние динамики. Стартовое положение нашего персонажа. Ну и где-нибудь там на 30-м кадре он должен в эту же фазу вернуться, чтобы, соответственно, с вами получился зацикленный шаг, который потом можно было с вами повторять. В 30-м кадре в конце нашей анимации будет с вами точно такой же. Ну и где-нибудь посередине, на 15-м кадре, мы с вами просто для всех наших объектов делаем шаг противоположный. Эта рука идет у нас с вами вперед. Немножко выдвинется вперед. Эта рука у нас как-то вот так вот коннектится. Чуть поворачивается. Рука, которая левая, в обратную сторону идет. Здесь все будет упираться только в понимании того, как у нас с вами все это двигается. И что у нас с вами будет происходить во время движения. А все остальное за нас рассчитает и сделает правильно сам анимейт. Что-то такое будет получаться. Ну и, соответственно, то же самое с ногами. Эта нога немножко уйдет у нас с вами назад. Как-то вот так вот вывернется. Эта нога чуть-чуть вперед. Как-то вот так вот вывернется. Эта нога сюда вперед. Эта нога сюда, назад. Здесь чуть-чуть руку поправлю. А то немножко странно смотрится. Само туловище можно будет немножко сдвинуть вперед, наполнить немножко. Всего нашего персонажа здесь можно будет выделить. И чтобы придать какую-то ему динамику дополнительно, можно будет его чуть-чуть вперед наполнить. Шея почему-то у меня как-то странно немножко так сдвинулась. Голову чуть назад можно будет наполнить. Ну и что-то такое будет у нас с вами получаться. По факту, естественно, это можно будет дорабатывать. Можно будет где-то здесь делать промежуточный шаг. То есть в момент, когда у нас ноги меняются, можно будет одну ногу зафиксировать, чтобы не было такого совсем на самих схожащих походки. То есть дальше все так же дорабатывается. В любых кадрах, например, хочу здесь чуть-чуть подправить движение руки. Сюда можно будет создать еще один промежуточный кадр. Сказать, что вот здесь вот давай-ка ты чуть-чуть сдвинешься и немножко повернешься как-то так по-другому, чтобы добавить немножко лишней динамики. И вот там есть наш рукатор. Ага, полтура. Сейчас, секунду. Здесь у нас с вами рука будет немножко доворачиваться, только чуть-чуть сдвину, чтобы блок у нас с вами совпадал. Все отлично у нас с вами будет получаться. То есть по примеру тот же самый принцип. Главное понимать, как у нас с вами будет выглядеть фаза нашего движения, а все остальное за нас с вами уже сделать непосредственно сам анемит. Ну а дальше та же самая технология. Все кадры для всех слоев у нас с вами выделяются, коопируются. В любой другой проект, например, в той же своей сове, могу сделать новый слой для моего персонажа. И в него добавить новый символ. Со всеми вставленными слоями. Название каких-то объектов совпадает, ничего страшного, сделаем отдельное папушное имя для них. Ну и вот он мой мэн на сцену вытащается. Наверное, даже его вообще нужно будет и под деревья вытащить. И где-то там на заднем плане он у нас будет совершенно замечательно двигаться. Изначально будет настоять где-то здесь. Ну и в конце анимации пройдет своей летящей походкой и куда его вот сюда вот убежит. Хотя, конечно, с собой уже не будет его видно, но мы его чуть увеличим, чтобы макушка у нас за деревом показалась. Ну и в итоге. Со счета анимации крайне удобная штука, которая нас очень сильно будет спасать от многих ситуаций неудобных. Все можно так или иначе описать в виде неких фазов движения. Все остальное у нас, собственно, просчитывает сам анимат. Но все равно в отдельной ситуации, что немного неудобно, когда делать какое-то описание тех же самых персонажей движений. Когда я сдвигаю, например, плечо, оно у меня одно убегает. Мне приходится обязательно все к нему присоединяющиеся элементы так же сдвигать и так же фиксировать. То есть происходит лишняя работа, которая требует того, что наши руки все-таки видят как единое целое. А это не совсем у нас с вами будет удобно. Если я хочу сделать ту же самую анимацию, руки с ее пятью пальцами, в каждом пальце, пускай там по мине будет по две фаланги, это уже будет у нас с вами 10 элементов, которые приходится каждый раз двигать. То есть при каждом изменении положения, при каждом фазе движения, у нас с вами придется все эти 10 объектов между собой как-то коррелирует. И это не всегда бывает удобно. Поэтому есть наше распоряжение в анимете замечательная штука под названием «В кости». Не всегда они нас с вами будут спасать на самом деле. Кости стандартные, которые именно аниметические, они не в отдельной ситуации, особенно когда фигура будет менять свое положение в пространстве. Типа стоит, смотрит на нас лицом, потом поворачивается боком. В таких ситуациях придется все равно, так или иначе, делать несколько моделей. Одна модель со своей системой костей, которая смотрит фронтально, вторая модель, которая на виде сбоку уже будет нас с вами показываться. Тем не менее, все равно, если требуется писать движение нашего персонажа более правильно, более точно, кости подходят совершенно замечательно. Есть такой симпатичный персонаж у нас с вами. Он тоже нарисован по отдельным частям. Каждая часть у нас с вами отдельный элемент. Уже все подготовлено в том плане, что каждый из кусочек нашего персонажа – это уже отдельный мой клип, и старше требуется сделать у нас с вами все объекты именно отдельно. Ну и все, что мне останется сделать – создать скелет, с помощью которого можно будет заставить нашего персонажа каким-то образом двигаться постоянно. Есть наше спряжение специальный инструмент, он так и называется, Бон. Ну и рисуем скелет. Где-то примерно от центра масс нашего персонажа к шее. От шеи к морде лица. Сейчас, секунду. От центра масс нашего с вами инструмента к плечу. От плеча к локтю. От локтя к кисти. То же самое в обратной сторону. То есть рисуется действительно некая система объектов, с помощью которых можно уже будет заставить более правильно наш объект двигаться. Также бедро, также колено, также стопа. Для лучшего управления еще на самом деле делают в конце конечности еще один объект пустой, чтобы можно было и нашими, наш, то есть сам стопой более удобно крутить. Но в данном случае на самом деле движение будет не очень сложно, поэтому хватит того, что мы сейчас с вами сделаем. Да, но только ботиночки перед блюками – это не по-современному. Спокойно, наши объекты на задний план. Вот такая вот на самом деле система объекта непосредственно получается. Все. Если теперь цепляю за любой элемент моего персонажа, то у меня он будет двигаться таким вот образом. Ну, правда, по умолчанию немножко движение рук странное получается. Кости у нас с вами все, которые создаются, они свободно двигающиеся элементы. Но можно будет, естественно, некоторыми настройками эту свободу на самом деле так или иначе ограничить. Любая кость у нас с вами выделяется. Сразу можно будет увидеть настройки костей, которые и определяют вращение наших костей и движение наших костей. То есть костей, которые крепятся к нашим конечностям, можно просто будет запретить вращение, они не будут на самом деле вращаться. И тогда руки-ноги у нас с вами будут стараться на месте. Плюс. Очень большая проблема, особенно когда происходит массовая гибель у персонажей, контролировать правильность сгибов наших конечностей. Будет немножко странно смотреться, если нога на шкафту так будет хитро сгибаться в обратную сторону. Поэтому очень приятно то, что у костей есть возможность ограничить нашу углу сгиба. Могу у той же самой ноги найти самое ограничение, сказать, например, что да, ты будешь ограничиваться максимум плюс-минус 45 градусов в обе стороны. Ну и соответственно в одну сторону, даже на счет плюс 45 градусов, это немножко, секунду, повернись, чуть-чуть поменьше угла сделаем, чтобы все-таки он не ломался. А в обратную сторону углу может быть сделать побольше. Можно будет увидеть, что сразу у нас такой будет получаться симпатичный уголок у костей, который показывает вот этот вот наш свободный движение, в какую сторону все это на самом деле будет гнуться. Ну и теперь, если он у нас с вами будет запрещать гнуться дальше наше кость, он будет с собой тащить предыдущий элемент нашей кости. И в эту сторону тоже доходит до предела и соответственно дальше останавливается. То есть можно будет немножко помочь художественному анимату, который в дальнейшем будет работать с этим персонажем, чтобы можно уже было проще двигать наши элементы. А так все отлично получается. Ну и с этой ногой то же самое можно будет сделать. Constraint. Этот угол практически обнулить. Этот угол сделать побольше. Та же самая ситуация. Но сама анимация, которая у нас с вами происходит на основе костей, она также строится по принципу нашей расчетной анимации. Соответственно, также можно будет добавить наши кадры дополнительные. Ну и просто объяснить, что в 20-м кадре он у нас с вами руку начинает поднимать, в 30-м кадре поднял ее окончательно, немножко голову наклонил, это немножко рук подвинул, немножко чуточку подвинул. Через некоторое время немного он помахает на сами рукой. Во время этих махов также можно будет наши ножки немножко подвинуть, для того, чтобы чуть-чуть по ей, чуть-чуть по динамике делать, голову в другую сторону повернуть. Ну и в обратном, и в последнем кадре обратно возвращается в стартовое положение. Ну, здесь, конечно, чуточка погрешилась самой рукой, немножко я ее переверну. Ну, то есть, естественно, все тоже можно будет так или иначе поправить. Понятно, что не всегда удается правильно рассчитать, как наш персонаж должен реализоваться при такой вот анимации. По факту у нас с вами иногда будет получаться, что какие-то такие вот некрасивые выступы будут выходить. Не всегда удается предусмотреть правильность разреза нашего персонажа на части. Но это на сами все равно векторная графика, и из иллюстратора все это приходит, как обычные векторные объекты. Ну, и по факту все, что останется сделать, на сами немножко форму нашего объекта подправить, чтобы здесь, например, стык чуть-чуть на сами, стык немножко поменьше, чтобы здесь на сами был. Вот так вот. То есть в процессе анимации, даже если будете видеть какие-то неправильности, неточности, соответственно, можно создать, что все будет исправить и изменить. Ну, и уже в итоге наша нога будет с замененным контуром, соответственно, двигаться. И еще такое будет на сами непосредственно. Ну, а дальше то же самое. Сам слой на сами легко копируется. В любой другой проект его можно будет на сами вставить. Именно как слой. Тоже удобнее, чтобы потом можно было его подвигать, как мулеклику можно будет организовать. И где-нибудь там, в уголке, на переднем плане. Будет на сами он стоять. И размапивать руками. Кольца, на самом деле, стандартные в анимейте. Они не самый удобный инструмент, по большому счету. В том плане, что есть какие-то минимальные функции, но очень многие вещи, которые хочется сделать. Та же самая настройка зон влияния, например, когда мы хотим немножко более хитрый образом деформировать наш объект с помощью костей. Пока что еще в стандартных костях анимейте не реализованы. Но есть замечательный дополнительный модуль, который работает не только с анимейтом, но и с другими программами. Называется он Dragon Bones. Очень правильные кости, которые замечательно называют действие с анимейтом. То есть вашего рисованного персонажа перебрасываете в этот модуль, где все так же добивается по слоям, есть та же возможность анимации. Сами кости очень интересное управление имеют. То есть есть, в принципе, много средств, очень правильных персоналов, с помощью которых совсем правильные в три раза костей можно будет делать. И потом обратно все это возвращается в то же самое анимейте, в виде анимации, и, соответственно, уже правильные движения на самом деле получаются. То есть, конечно, какие-то базовые вещи достаточно плохо делают с стандартными костями. Но в дальнейшем, если вы планируете создавать именно персонажей, достаточно сложно, с большим количеством элементов, с той же самой одеждой, с доспехами и прочее, прочее, лучше уже сразу посмотрим на драгогон. Там возможности по управлению нашими персонажами будут еще и побольше. Таким образом, если мы с вами будем использовать все средства анимейта для того, чтобы анимировать наш объект на сцене, наши рисованные персонажи, объекты окружения, и, соответственно, применить те же самые кости нашего персонажа, правильного образа тоже, можно будет достаточно неплохие анимационные мультики с помощью средств анимейта создавать. Благо, все средства у нас с вами для этого есть. Еще один способ анимации, достаточно интересный, про который тоже нужно будет сказать пару слов. Это так называемая анимация перекладки. Тоже очень старый способ анимации. В свое время, когда еще рисовались там первые мультипляционные кукольные мультики, такие вот персонажи плоские рисовались, разрезались на разные части, ну и, соответственно, дальше шла анимация, когда эти кусочки двигались руками, потом там делался снимок, набор снимков потом превращался в видео, в итоге ваш рисованный, ваш персонаж каким-то образом шевелился, двигался. Плюс такого способа заключается в том, что достаточно легко можно будет сделать, например, если вдруг он на с вами будет поворачиваться, просто ту же самую правую руку можно будет за тулуще положить обычным образом, а левую руку наоборот вытащить вперед. Соответственно, можно будет реализовывать немножко более сложные вещи, связанные с тем самым переворотами наших с вами элементов. Все то же самое можно делать теперь и в анимейте с помощью наших слоев, то есть слои есть, их можно будет в принципе так или иначе менять местами, и благодаря этому можно делать достаточно забавную анимацию, связанную с изменением порядка слоев. В анимейте есть, конечно, трехмерная анимация, которая позволяет пользоваться глубиной слоя, двигать объект вперед-назад и тоже менять их видимый порядок на экране. Но, к сожалению, все это реализовано не так хорошо, как хотелось пока что. Трехмерная анимация в анимейте совсем на таком простейшем уровне находится, поэтому по-прежнему, когда требуется сделать изменение порядка объектов, при тех же самих переворотах, например, персонажей, удобнее и проще все это делать с помощью перекладки слоев. Сейчас, сейчас. Вот такая вот мордашка у нас с вами есть. Все тоже разбито на отдельные части. Ухо одно, ухо одно, глазки, брови. Все это на самом деле уже сделано. Вся объект уже анимационная. Только ушки, наверное, сделаю побольше, чтобы они были на самом деле позаметнее. Это наша главная часть. Идея заключается в том, что хочу сделать простую анимацию, когда человек поворачивается головой справа налево и, соответственно, порядок наших ух должен меняться. Это ухо должно выйти на задний план головы, а это ухо должно выйти на самом деле вперед. Сама анимация будет у нас с вами достаточно простая. Изначально все у нас таким вот образом будет стоять. Даже можно будет немножко элементы поближе к краю сделать. Ну а через какое-то время все подвинется левее, типа повернется он у нас с вами. Ухо немножко отъедет назад. Это ухо, типа, немножко сдвинется вперед. Немножко пускай подальше стоит. Вот такое движение у нас с вами будет получаться. Плюс немножко можно будет поиздеваться над самой прической, еще и сделать анимацию простенькую прическу внутри, что типа она тоже у нас с вами каким-то образом сдвигается в первом кадре. Что-то такое у нас с вами будет. В последнем кадре, наоборот, в другую сторону у нас с вами все это уйдет. Вот так он с вами будет, соответственно, поворачиваться. Проблема к вам заключается в том, что с вами нужно сделать изменение порядка наших слоев. Есть у меня ухо, оно должно уйти у нас с вами на передний план. Есть у нас с вами второе ухо, оно должно уйти на задний план. Анимацию уровня слоев нельзя сделать в анимейте. То есть подвинуть просто местами слои можно будет, конечно, но это будет навсегда. Это никак нас с вами записывается во время. Поэтому приходится делать копии слоев. Вот это вот мое ухо должно вытащить на передний план и стать над лицом. Новый слой. Я в него могу спокойно перетащить кадр последней анимации с нашего уха и сам слой сделать над лицом. И оно с вами будет, соответственно, влезать перед лицом. То же самое для второго. Можно будет сделать новый слой. Скопирует последнее положение нашего уха на этот новый слой, а сам слой утащить под лицом. Вот только вот это вот наше ухо, которое над лицом у нас с вами находится, его можно будет на один кадр сделать поменьше, чтобы оно не вылезало. Ну и в итоге в этот момент нас с вами будет происходить такая вот смена положения, типа одно ухо вылезает на другое. Может быть, чуть-чуть все-таки далековато его поставил. Какой-то странный ухо немножко получается. И вот так у нас с вами порядок слоев будет непосредственно меняться. То же самое, немножко более сложный вид, может, дело будет с руками, с ногами и прочее-прочее. То есть если менять порядок наш слоев, то достаточно неплохо даже с помощью нашей такой плоской двухмерной анимации можно будет неплохо имитировать смену порядка объектов, и тем самым делать разнообразно достаточно сложный вариант движения типа тех самых воротов. Таким образом, в принципе, анимейт обладает, как вы видите, всеми средствами, с помощью которых можно делать достаточно забавные анимационные ролики. Покадровая анимация, анимация расчетная и прочее-прочее. Замечательно совершенно работает. Все будет в основном зависеть именно от контента, который будет так или иначе на работе использовать. То есть чисто физически все необходимые средства у нас с вами для анимации есть. А, да, сейчас секундочку. Обещал покадрово Дед Морозом. Сейчас, сейчас, сейчас. Почему-то он у меня не скачался в общей папке. Вот такой футаж, то есть в фотошопе двигаются слои вперед-назад, создается непосредственно такая последовательность движения. Фотошоп переустраивает принципиально, самое главное, что в каждой фазе движения сохраняется в виде отдельной, отдельного кадра. Ну и все, что останется сделать, это благополучно все эти изображения проимпортировать. Анимой достаточно неплохо умеет вставлять разнообразные видеоролики и последовательные изображения. В принципе, как раз этим можно будет на самом деле воспользоваться. Уделяется первый кадр. Он сразу фактически видит, что есть другие кадры и предлагает загрузить последовательность картинок. Вся постоянность загружается и, соответственно, сами такой Дед Мороз получается. Замечательно, шевеляющий ногами и прочими своими элементами. Ну а дальше та же самая история. Новый объект. Вставка анимации с предыдущего движения. Ну и на слой просто этот объект вытаскивается и та же уменьшается. И та же какую-нибудь не сложную анимацию можно будет для этого объекта сделать. типа будет на сами двигаться и по сцене замечательно идти. Вопросы какие-нибудь? В любом случае сейчас опросы можете мне позадавать. Если вдруг в дальнейшем будут возникать какие-то вопросы, то всегда мне можно будет написать по почте. Не обязательно пониматься именно в анименте. Фактически по любой графической программе если будут возникать какие-то необходимости проконсультироваться, смело пишите. Итак, вопросы какие-то непонятности если остались, сейчас можно будет остаться мне вопросы задавать. Если вопросов нету, успехов и удачи. И ждем вас у нас в специалисте в наших курсах, чтобы научиться правильно и хорошо анимирует разнообразных персонажей. Спасибо. Отлично. Ну что ж, в случае чего пишите письма с удовольствием отвечу. Всем успехов, удачи и до новых встреч. Все доброго. Субтитры сделал DimaTorzok